Добрый вечер дамы и господа, это проект 10+. Хочу представить нашего сегодняшнего гостя Сергей Касич, саунд-артист, озабочек интерактивных инсталляций. Здравствуйте, Сергей, очень приятно, что сегодня зашли. Давайте так, начнем с того, что в Екатеринбурге появится уникальная 16-канальная саунд-галерея. В двух словах, что это такое? Завтра на выставке мы презентуем этот проект, он еще до конца не доделан. В целом, это будет передвижная работа, то есть она не будет конкретно в Екатеринбурге, она будет по разным городам передвигаться, я надеюсь. В данный момент она собирается в Москве, работа эта выполнена, точнее сейчас выполняется при поддержке Екатеринбургского фонда за арт и Министерства культуры Российской Федерации, ну и то есть с Екатеринбургом она непосредственно связана своим происхождением. Суть ее в том, что это просто будет, ну, не совсем 16, а скорее 20 каналов независимых звука и это высококачественные студийные системы, то есть 16 из них это как бы непосредственно студийные мониторы и 4 это сабвуферы, то есть 4 отдельные канала будут на бас. Она не очень мощная, то есть это не концертная система, она составлена из именно студийного оборудования, но рассчитана на публичные презентации. Ну, фактически мы создаем некое, некие условия технически для показа так называемых звуковых скульптур, то есть многоканальных звуковых. Давайте немножко сейчас, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Технологичное искусство, история этого искусства, это современный искусство, как мы понимаем, да, из новейших историй, в двух словах, что это? Ну, вообще, в целом, это можно назвать мультимедиа-арт или медиа-арт, конкретно, конкретно, просто мы занимаемся, берем за основной свой медиатор, как бы ключевой звук, вот, то есть могут быть разные медиаторы, там, не знаю, свет, видео и прочее внутри вот этого медиа-арта. И мы сфокусировались на звуке, я имею в виду сообщество soundartist.ru, которое я представляю, которое, собственно, разрабатывает, делает эту работу. Вот, вот этот вот подраздел медиа-арта, сфокусированный на звуке, называется soundart. Повелось это с 84-го или 86-го года, я точно не припомню, когда в Нью-Йорке состоялась первая выставка под названием soundart, и там были представлены работы различных авторов, как раз-таки не только современных художников на тот момент, но и композиторов экспериментальных. И все они объединились в одном выставочном пространстве, делая, ну, возможно, впервые, делая не просто какой-то концерт, не представляя какие-то композиторские работы, а работая именно с пространством, с объектами, но все равно сфокусированные на звуке. Ну, давайте попробуем. В любой ситуации, любое искусство, это гармония, это некая композиция, которая, собственно, и воздействует, наверное, на человеческое сознание. Вот в этом, наверное, великая тайна искусства, как мне кажется. Вот здесь вот великая тайна искусства. Человек, попадающий вот в это пространство, что, какое дело, должен сделать вывод определенный? Ну, сама эта система, которую мы сейчас делаем, это определенный эксперимент. Вот мы не знаем, насколько у нас получится именно реализовать то, что мы хотим. А что мы хотим? Мы хотим просто дать людям, которые занимаются экспериментальным звуком, в первую очередь, участникам SoundArtist.ru, дать возможность, наконец-таки, поработать с этим классическим для SoundArt форматом. Он просто дает тебе возможность максимально свободно обращаться с пространством в контексте твоих звуковых экспериментов. И просто звук и пространство — это очень сильно связанные вещи. Мы об этом часто забываем, точнее, сейчас большинство людей об этом просто не думают, потому что мы все находимся в контексте плееров и стереодорожек в MP3-формате, забывая о том, что звук — это, прежде всего, акустика. И вот та акустика, которая моделируется в стереодорожках, она во много крат более усечена, чем та, которую ты можешь построить, владея каким-то большим количеством возможностей. Вот эти вот наши 20 каналов, они как своеобразная палитра, которая тебе дается в отношении звука и расположения его в пространстве. Это не идеальная система, то есть мы не используем какую-то специальную математику, хотя, по идее, должны бы. Есть гораздо более дорогие и гораздо более, не знаю, сложные с технической точки зрения системы, настроенные вот в этой же самой парадигме. Например, в Нидерландах существуют системы на основе wavefield синтеза, там используется 192 динамика по периметру помещения. Есть специальные алгоритмы математические, которые позволяют вам виртуальные источники звука ставить, располагать в пространстве там с точностью до, не знаю, каких-то сантиметров вокруг слушателя, прямо в голове у слушателя, независимо от того, где внутри этого поля человек находится. Просто за счет физики, специальных преобразований, это пространство, заполненное динамиками, позволяет звуки распределять в 3D. У нас такого, к сожалению, не будет, но в любом случае, даже то, что мы сейчас пытаемся сделать с 20-канальной системой, это уже шаг вперед, потому что в России таких проектов не было. То есть многоканальные работы были, там Андрей Бартенев делал давным-давно для ММСИ, наши тоже участники, ну то есть мы непосредственно делали не раз уже многоканальные работы, но мы никогда не имели возможности использовать профессиональное оборудование, высоко пресидиозное. Ксюш, а человек, заходящий вот в это пространство, он сам моделирует ситуацию, сам моделирует звук или что? Ну а вообще моя идея была создать просто инструмент, которым могут пользоваться как звуковые художники, или там художники, которые хотят поэкспериментировать со звуком, но при определенных условиях им же могут пользоваться и обычные люди. То есть я планировал сделать два режима. Один режим именно галерейный, когда у вас есть каталог артистов, которые для этой системы делали работы, и происходят просто сеансы слушания, вы приходите, выбираете в меню и как бы располагаетесь. Она рассчитана, ну по вместимости, я думаю, максимум человек 10, то есть это не очень большое поле, чтобы сохранялся комфорт, и была какая-то задумка композитора, там художника, она тоже выполнялась. А второй режим я думал сделать интерактивный, то есть просто сделать интерфейс на основе тачскрина, который бы позволил людям просто каким-то образом играть на этой штуковине, как на музыкальном инструменте. Но это скорее задача дополнительная, не основная. Основная то, что я хочу именно попробовать сделать какой-то прототип, может быть, первой саундарт-галереи в России, потому что soundartist.ru, вот наше сообщество, мы появились в 2011 году, то есть три года назад. И за эти три года само это направление звукового искусства, оно вышло в определенные тренды в современном искусстве. То есть в Нью-Йорке, в Лондоне сейчас открываются экспозиции в ведущих музеях современного искусства, как в МОМА, например, постоянные экспозиции саунд-арта. Именно здесь, в контексте российского медиа-арта, мы являемся пионерами в этом направлении. И вот моя задача попробовать сделать вот этот проект QO как некую что ли точку отсчета, но может быть просто обозначить вот этот классический... Слушай, а вот человек, который не прочитал предисловие перед тем, как зайти в эту галерею, насколько он поймет все вот это? Я думаю, вообще звук, он отличается тем, что он предельно абстрактен. Ну, то есть может быть. Это зависит от художника, как там можно использовать голоса, пение и речь, а можно использовать какие-то звуковые абстракции. Но в целом, как еще Чайковский говорил, что музыка – это самая абстрактная из искусств. Вот я люблю эту цитату продолжать тем, что электронная музыка – самая абстрактная из музык. Как бы экспериментальная электронная музыка – она еще более абстрактна. Вот саунд-арт – это продолжение экспериментальной электронной музыки. То есть мы работаем с технологиями, с программным обеспечением, мы создаем какие-то собственные звуковые приборы и прочее, систему создаем. Но это абстрактное искусство, которое, понятно, независимо от вашего культурного бэкграунда, фактически, по идее, так может быть. То есть оно к этому располагает, фактически к непосредственному опыту. То есть я думаю, что человек просто будет заходить и либо внимать, получать какой-то эмоциональный отклик, скажем так, либо просто находиться в недоумении. Ну что хочется больше вызвать – недоумение или понимание? Или все-таки хочется вызвать… Для меня конкретно вообще все, что я делаю – это некие формальные исследования и эксперименты. И в большинстве случаев реакции публики меня не особо интересуют. Но QO – это проект, комьюнити проект. Это как бы фреймворк определенный. Здесь я просто создаю условия для участия других людей. Какие они будут перед собой ставить цели, я не знаю. Я, естественно, тоже буду делать какие-то работы свои, там, композиторско-художественные, вот для этой системы. Естественно, я очень хочу с этим поэкспериментировать, попробовать. Пока что, я думаю, у нас будет задача как-то убедить посетителя, что это имеет смысл. То есть, возможно, будут преобладать какие-то эффекты с пространством, с перетеканием звуков из одной плоскости в другую. Ну, это отнюдь, ну, это только самая малая часть того, на что эта система рассчитана. Я понял вас, Юж, спасибо вам большое за то, что пришли пионеры. Это всегда трудно. Мне кажется, быть пионером, особенно в нашей стране, это не всегда благодарное дело, как мне кажется. Это верно. Вот, понимание, что называется, вам больше гораздо. Спасибо вам большое. Это проект 10+. Спасибо вам за понимание. Меня зовут Алексей Назаров, и всего доброго.